Добрый день, коллеги! Адвокатов, которые пытались проникнуть в помещение. И в то же время, за исключением Игоря Пастухова, который проанализировал некоторые объективные обстоятельства, которые создают иную картину, объясняющую происходившее. Итак, что же все-таки мы имеем из объективных фактов, которые никак нельзя интерпретировать? Был задержан некий гражданин. Адвокаты утверждают, что это гражданин Жилков. Вот сейчас я из уст Пастухова услышал, что есть протокол на гражданина Жилкова, Жилвокова, прошу прощения. Ну, с этим, наверное, можно согласиться. Был задержан гражданин Жилвоков по административному правонарушению, который по факту является спецсубъектом и адвокатом. Значит, следовательно, никакого уголовного дела не было. Уголовных процедур там не было. Уголовный процесс мы сразу отметаем. Остается административный процесс. Раз. И иные правила действия внутри такого подразделения. Значит, первое, на что я хотел бы обратить внимание, тут некоторые выступающие тоже обращали внимание. Северо-Кавказский регион есть специфический регион во всех отношениях с точки зрения социальной, политической обстановки и террористической в частности. Хочу обратить внимание. Спецпропуск в объекты, в полицейские участки существует везде по миру. В Москве все полицейские участки, все отделения полиции охраняют вооруженные полицейские. Пройти дальше, чем к дежурному по участку невозможно. Это обычная практика. Они ведут борьбу с преступниками. И, к сожалению, мы имеем достаточно много примеров, когда преступники врываются в полицейские участки и, соответственно, вершат противоправные действия. Даже в нашей любимой Франции, так сказать, матери адвокатуры современной, мы видим, как разрушаются полицейские участки. И сегодня в результате, казалось бы, мирных демонстраций граждан. Поэтому режим обеспечения сохранности оружия, техники, людей, возможно, каких-то документов устанавливается специальными нормативными документами. И начальник отдела обязан их исполнять и не допустить противоправных действий со стороны людей, пытающихся прорваться в участок. Это первое. Второе. Меня очень сильно смущает такое обстоятельство. Значит, что мы имеем, я считаю, фактом объективно доказанным. Группа лиц, как мы сейчас знаем, адвокатов, ссылаясь на наличие у них права защищать господина Жилвокова, пытается прорваться на территорию полицейского участка. Имеют ли они на это право? Коротко не получается. Вот, к сожалению, да. Значит, имеют ли они на это право? Наверное, имеют при соблюдении всех процессуальных вещей. Ну, как минимум. Должно быть либо заключено соглашение с господином Жилвоковым, на основании которого выдан ордер, либо должно быть поручение органа на представление интересов господина Жилвокова. Но, как мы убедились, ничего этого быть не могло по определению, поскольку это было административное задержание. Следовательно, адвокаты, которые пытались прорваться на территорию участка полицейского, не имели законных оснований туда проникнуть. Второе обстоятельство, вернее, третье обстоятельство, которое, на мой взгляд, имеет принципиальное значение. Действия адвокатов, которые пытались пройти на охраняемую территорию, были явно агрессивными. Об этом немало сказал психолог. Повторяться не буду. Агрессивными. То есть они следовали своей поставленной цели и всеми способами пытались туда пройти. Что в этом случае должна была делать полиция? Полиция в этих случаях делает две вещи. Первое. Всеми доступными нетравмоопасными способами вытесняет лист, пытающихся пройти на участок. В случае, если этого не получается, всеми доступными способами без применения оружия, но с применением специальных средств защиты, вытесняет граждан и их задерживает. В крайнем случае, если вдруг устанавливается вероятность вооруженного захвата или совершенно точно захвата, значит, может быть применено оружие, что адвокаты об этом не знают, знали, но тем не менее они шли на конфликт. И вот здесь я сделаю одну маленькую оговорку. Многие коллеги часто говорили, ну это же были женщины, ну это же, вот к ним надо было применять иной подход. Я не буду сейчас рассуждать о гендерном подходе в профессии. Я могу сказать одно. У нас есть адвокаты. Адвокаты действуют в процессуальном поле, в правовом поле. И не имеет значения, кто пытался прорваться на данный участок. Мужчины, женщины или кто-либо иной. Я внимательно посмотрел все записи, которые размещены в Ютубе и мне были присланы. Я видел, каким образом удерживалась адвока. Она удерживалась сзади, за руки. Да, ей неудобно. Да, с гендерной точки зрения это, наверное, больно, неприятно. И даже выглядит как сексуальное посягательство. Но не более того. Но это самый безобидный прием по удержанию и вытеснению гражданина, не владеющего оружием. В обычных случаях полицейские применяют более жесткие меры. Сразу кладут на пол, одевают наручники. И потом начинают выяснять причину, по которой человек себя ведет. Таким образом, я хочу сделать акцент вот на чем. Потому что перейду далее к одному принципиальному, на мой взгляд, моменту в работе адвоката. Полицейские действовали так, как они умели, так, как их учили, в соответствии с теми документами, которые у них есть, и так, как они их понимают. Правовую оценку, насколько законно, незаконно они действовали, может дать только следствие и впоследствии суд. Вот здесь хочу перейти к следующей части своего выступления. Что касается... Мне очень понравилось выступление Михаила Николаевича Толчеева. Но я не могу его не подкитиковать, потому что оно повлекло за собой ряд таких фундаментальных, как мне кажется, предпосылок для неправильной оценки обстоятельств. Вот Михаил Николаевич сказал, что наши отношения с представителями следствия и прокуратуры должны носить и носят управляемый конфликт, характер управляемого конфликта. Так вот, я категорически с этим не могу согласиться. Мне, как давно протекующему юристу, представляется, что как раз наша задача, и вот здесь я не могу согласиться с Евгением Васильевичем, который отрицает нашу роль и в следствии, в частности, как участников правосудия. Я всегда почему-то считал, что адвокат – это часть состязательного правосудия. Если не будет состязательного правосудия, не будет и адвоката. Поэтому адвокат, выступая в защиту интересов потерпевшего, на мой взгляд, очень часто этого задержанного или подозреваемого, очень часто обоснованно подозреваемого, не должен создавать конфликт. Он должен обеспечить сбор доказательств в защиту этого задержанного или подозреваемого, но не всеми, опять же, способами. Поэтому нет необходимости создавать конфликты. Наоборот, от этих конфликтов надо всячески уходить и доступными законными абсолютно средствами добиваться своих целей. И это, кстати, большая беда современной адвокатуры. Мы настаиваем на том, что мы воюем, что мы воины, что мы воюем за правосудие, за права человека, еще за что-то. А любая война, любое столкновение предполагает, в общем-то, использование самых разных средств. И вот такой подход, такой тезис в современной адвокатуре, на мой взгляд, ошибочный. Адвокат участвует даже в следствии, в том тяжелом следствии, которое у нас сегодня есть, должен выбирать такие формы и методы, которые во всяком случае не повредят ни делу, ни репутации, но в то же время добьются защиты своего подзащитного. Ну и последнее, что я хотел бы сказать, значит, я очень рад участвовать в данной конференции. Это одна из первых, по-моему, конференций такого рода, поскольку она показала адвокатскую солидарность. Она позволяет выработать вот эту солидарность, чувство локтя, найти правильные решения. И я благодарен Федеральной палате адвокатов и прошу в будущем устраивать дискуссии не только по таким острым случаям, как данный, но и в целом в рамках тех, скажем так, исследований, обстоятельств, научных изысканий. Вот у нас сейчас идет большая работа, я знаю, в Федеральной палате по совершенствованию кодекса адвокатской этики, а это один из краеугольных камней существования адвокатуры. Вот там как раз должны быть ответы на то, как должен действовать адвокат в тех или иных случаях. Спасибо большое. Да, да, ну не знаю, как спасибо сказать. Вы знаете, коллеги тут писали, нет, во-первых, про чувство локтя. У меня такое впечатление, что чувство локтя у вас сейчас с сотрудниками этого урванской полиции, они с нами, Игорь Семенович, при всем уважении к вам. Вот, в общем, чувство локтя я воспринимаю как солидарное. Мы же не свои права только защищаем, мы права наших подзащитных, и чувство локтя в адвокатуре для нас несколько другое, чем то, что вы сейчас высказали. Ну, я вам что хочу сказать, коллеги, тут в чате писали, что мы не пригласили противную сторону, чтобы, вот, я имею в виду представителей этого урванского. Ну, вот, пожалуйста, наш коллега представил их позицию очень четко, оказывается, вот, возможно, для меня это невозможная позиция по определению, но поскольку у нас состязательный процесс, сейчас мы веру Госпаряну дадим слово, а количество желающих выступить после Игоря Семеновича оказалось гораздо больше, чем до его выступления. В общем, вы просили, чтобы от камней не бросали, но вот, все, что могу, брошу, вот, и еще у меня лежачий эксперт есть, Пастухов Игорь Николаевич тоже очень просит, говорит, что вы очень много что передернули. Верс Аркисович, пожалуйста, вам. Спасибо большое, Светлана Игоревна. Сразу скажу, что камни бросать в адрес уважаемого Игоря Семеновича я не буду, поскольку формат видеоконференции это напрочь исключает. Но, с другой стороны, хотел бы сказать, что, наверное, такое альтернативное мнение было бы интересно послушать, потому что, а иначе все говорили одно и то же, в поддержку, и здесь хоть есть возможность подискутировать. Сразу скажу, что я с позиции уважаемого Игоря Семеновича не просто не согласен, я с ней категорически не согласен, категорически. И если вот по тезисам, конечно, не хотелось бы занимать много внимания наших коллег, но тезисно, очень кратко. Он говорит о том, что адвокат Жилоков был задержан по административному правонарушению, но, конечно же, он не знает всех материалов дела. Он не знает, что есть рапорт предоставлений, а в нашем распоряжении есть. Сотрудники полиции писали, что как раз Жилоков задержан в связи с оказанием насилия в отношении сотрудников полиции, и уже с этого момента начали собирать доказательства, уличающие этого Жилокова в совершении преступления. И мы должны помнить известные определения Каньсонова, которые говорят о том, что необходимо учитывать фактическое положение доставленного лица, а не формально-юридическое. Формально-юридически Жилоков не являлся подозреваемым, но фактически он уже являлся подозреваемым, и в отношении него собирались доказательства, уличающие его в совершении преступления. И надо понимать еще и другое, что он был фактически лишен свободы, ограничен в передвижении. Были задействованы его кондиционные права, право на неприкосновенность личности. И с этого момента, когда затронуты эти кондиционные права, конечно же, он имел право на получение квалифицированной юридической помощи. И есть многочисленная практика европейского суда, согласно которой лицо, задержанное даже по административному правонарушению, лишенное свободы, оно по своему правовому статусу приравнивается к лицу, задержанному в совершении преступления. Но я вам скажу, что вот то, до чего додумался уважаемый Игорь Семенович, сотрудники Следственного комитета уже семь с половиной месяцев не додумались. И не додумались они, наверное, по одной простой причине. Они все-таки, у них больше времени было, чем у уважаемого Игоря Семеновича разобраться, что право на получение квалифицированной помощи в тот момент было священным и непререкаемым. И адвокаты имели право на встречу со своим доверителем. И вот если согласиться с тем тезисом уважаемого Игоря Семеновича о том, что отдел полиции – это какой-то некий режимный объект, где нужно там за десятью замками, металлическими детекторами защищаться от всех являющихся лиц. Ну, понимаете, я, в общем, охотно верю в то, что на территории Кабардино-Балкарской республики ситуация, конечно, похуже, чем там, где живет уважаемый Игорь Семенович. Но ведь вот эти все доводы, они разрушаются под одним самым зубодробительным аргументом. То, что пришли женщины-адвокаты, они пришли защищать своего подзащитного. У них вместо оружия в руках были ордера и адвокатские удостоверения. Вот если бы они пришли, уважаемый Игорь Семенович, с автоматами в руках или с бейсбольными битами, то тогда ваша аргументация была бы абсолютно верной о том, что нельзя было их пускать, и надо было бы вот так вот вышвыривать, или, как сотрудники Следственного комитета говорят, тактично, корректно оттеснять. Но поскольку они пришли выполнять свои профессиональные обязанности, то сотрудники полиции были обязаны их пропустить. И вот, понимаете, оставлять на усмотрение начальника полиции право пускать или не пускать, Игорь Семенович, это вы слишком много им позволяете. Это означает, что завтра, уважаемый Игорь Семенович, и вас не пустят. Просто по простому усмотрению, не понравитесь вы, не понравится ваша борода или еще что-то, я извиняюсь, что не имеет никакого отношения. Вас не пустят начальник полиции. Но мало того, что не пустят, вы начнете спрашивать у него, а почему вы меня не пускаете? Вот так, как делали наши коллеги. А вместо объяснений внятных вас возьмут как мужчину. Их-то женщины еще более-менее корректно вытеснили, только средней тяжести вред, да? А вас, мужчину, взяли бы за руки, за ноги, выкинули бы, и вы получили бы тяжкий вред, не дай бог. Понимаете? Вот к чему приведут ваши вот эти рассуждения. Я все-таки думаю, знаете, уважаемый Игорь Семенович, я думаю, что это не ваша точка зрения, которую вы изложили сейчас. Это вы просто в роль вошли и полемизируете с нами, потому что мы понимаем, что, конечно же, разные версии нужно исследовать, разные выяснять, нужно оценку им давать. Но я убежден, это не ваша точка зрения, потому что если это ваша точка зрения, то вы же крест ставите на всей адвокатской профессии. Теперь, получается, адвокаты не могут добраться до своих подзащитных, потому что им начнут выдвигать всякие нелепые аргументы о том, что у нас режимный объект, у нас все секретно, мы здесь сидим, оборону держим, и ни один адвокат не зайдет в отдел полиции, не зайдет. И тогда, получается, зачем мы нужны тогда? А зачем кондиционная норма, а правильное получение квалифицированной юридической помощи? Может быть, не надо? Закроем нашу лавочку и останемся вообще без института защитников. Хотя, представьте себе, уважаемый Игорь Александрович, даже во времена правления Иосифа Сталина все равно адвокаты функционировали, худо-бедно функционировали. А вы предлагаете во времена, когда в Конституции прописано, что у нас правовое государство, отказаться от защиты таким образом. Вы нас лишаете возможности доступа к подзащитным. Если нет вот этой связи процессуальной между адвокатами, защитниками и доверителями, то как может вообще выполняться наше кондиционное предназначение? Я думаю, знаете как, я думаю, все-таки, Игорь Семенович, это вы пошутили о том, что вы до этого говорили. И я хотел бы еще в защиту моего коллеги Михаила Николаевича сказать. Вот он позволил себе тезис об управляемом конфликте. Я поддерживаю этот тезис. Вот слово конфликт не должно резать слух, потому что конфликт управляемый, это есть реализация кондиционного принципа на равноправие и состязательность сторон. Поэтому управляемый конфликт – это и есть состязательность. А состязательность, она, как известно, по позиции кондиционного суда, она действует и на стадии досудебного производства. Со следователем это тоже состязательность. И этот процессуальный управляемый конфликт в виде состязательности, он именно управляемый. Вот когда он неуправляемый, он приводит к таким печальным последствиям, как по делу Дианы Цепиновой. А когда он управляемый, как уважаемые выступающие до этого говорили, руководитель органов внутренних дел, он пригласит в свой кабинет адвокатов и нормально, корректно с ними поговорит и объяснит им, почему он не вправе пускать. И объяснив с точки зрения закона, а у него-то это не получилось, он сказал, все, просто не пускаю и все, по своему волонтаристскому усмотрению. А вот если бы он объяснил, адвокаты, они бы не стали штурмовать, они женщины, они бы поняли, развернулись бы и ушли, написали жалобу прокурору. И вот это бы переросло в цивилизованные формы. Так должно было произойти, уважаемый Игорь Семенович. А поскольку это был неуправляемый конфликт, он перерос в действия, связанные с исключительным цинизмом и с особой дерзостью в отношении наших коллег. Ну вы же согласны, вы же даже киваете. Вы с этим согласны.